Депозит в банке или акции. Как выгодно вложить свои сбережения, увеличить свой доход и какие существуют риски? Расскажем в обзоре деловых новостей. Развитие сельского хозяйства под угрозой. Почему североказахстанцы могут остаться без местной овощной продукции? С какими препятствиями столкнулись фермеры? Об этом и не только. Прямо сейчас. Расскажем в Министерстве энергетики. В этом году наблюдалось ограничение энергоснабжения. От системы отключился Карабатан Utility Solution, из-за чего электростанция снизила генерацию до нуля. Сейчас специалисты проводят работы по ликвидации технического нарушения. Между тем Украина намерена увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе видеообращения украинский лидер подчеркнул, что речь идет не только об экспортном доходе для Украины, но и об обеспечении безопасности всей Европы. Таким образом, Киев поможет Евросоюзу заменить большую часть поставляемого российского газа. Я напомню, ранее Европа приняла решение о добровольном снижении потребления голубого топлива из России на фоне перебоев с поставками. Готовимся к увеличению экспорта электричества потребителям в Европейский Союз. Несмотря на войну, мы обеспечили рекордный срок присоединения энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. Наш экспорт позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выставить против российского энергетического давления. А в Стамбуле начал работу координационный центр по зерну. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Создание морского коридора прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов в Черном море. Вся деятельность будет координироваться представителями ООН. Первоначальное соглашение рассчитано на 120 дней, однако. Позже его могут продлить, если стороны будут согласны. По словам Акара, продуктовая сделка может стать моделью для решения продовольственного и энергетического кризиса. На территории Украины сейчас находится больше 25 миллионов тонн зерна. Задачей совместного координационного центра является безопасный вывоз сельхозпродукции из страны. На этой стадии нет необходимости в разминировании портов. Сейчас ведется подготовка к отправке первых судов с украинским зерном. Рецессия накроет экономику еврозоны уже в этом году. Такой неутешительный прогноз дали аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. Они считают, что ВВП стран в текущем квартале снизится на десятую часть процента по сравнению с предыдущим периодом. И еще больше показатель упадет в конце этого года. Экспортного бума, который мог бы помочь европейской экономике, нет. Поскольку и США, и Китай испытывают собственные трудности. Среди негативных для экономики факторов также называют уход Марио Драги с поста премьер-министра Италии. При этом позитивными явлениями считают сильный туристический сезон в Испании и принятые в стране меры бюджетного стимулирования. Также специалисты ожидают, что Европейский Центральный Банк повысит базовые ставки на 25 базисных пунктов уже в октябре. Как казахстанцы, которые хотят принять участие в IPO, смогут получать свои дивиденды? Я напомню, в этом году на двух локальных биржах разместят акции компании Казмонайгаз. Выплата доходов зависит от нескольких факторов. К ним относятся и результаты деятельности организации, и решения ее акционеров. Если они посчитают нужным, то дивиденды могут выплачиваться не ежегодно. Сейчас к нашему утреннему эфиру присоединяется Камила Тастанбекова. В делом обзоре она расскажет подробности о введении в Казахстане, или вернее о проведении в Казахстане IPO. Итак, Камила, выходит, что объем и сроки выплачиваемых дивидендов тоже зависят от политики акционеров? Да, это так, Казахстан. За собранием решающее слово. Высокие цены на нефть являются благоприятным фактором для первичного размещения на локальном рынке акции Казмонайгаза в этом году. В компании не видят неблагоприятных факторов, которые бы препятствовали ее выходу на IPO. В пресс-службе фонда Самрук Казна отметили, что у нее стабильные финансовые и производственные показатели, также в распоряжении диверсифицированный портфель активов. Во второй половине августа на казахстанской фондовой бирже планируют начинать обучение. Казахстанцам расскажут, как устроен финансовый рынок и что необходимо для покупки акции Казмонайгаза. Команда АИКС, в свою очередь, подготовила к первичному размещению приложение Табыс. Его пользователям для участия в IPO не нужно открывать счет у брокера, то есть они смогут сделать это напрямую через подписку на сервис. Покупка акций, и речь идет не только об IPO, может принести гораздо больший доход по сравнению с банковскими депозитами. Но в то же время такие вложения намного рискованнее. Доходность по ценным бумагам на фондовом рынке не может быть гарантирована. Каждый инвестор должен принимать решения самостоятельно, учитывая все обстоятельства и риски. На обычных депозитах вкладчик точно знает, на какое время передает деньги в банк и затем получает полагающуюся ему по договору прибыль. Срок инвестиции в акции не имеет ограничений, определяется инвестором. Еще одно различие размещения на депозите предполагает только один способ получения дохода. Это вознаграждение согласно процентной ставке. Доходы по ценным бумагам можно получать как в виде дивидендов, оставаясь их владельцем, так и в виде прироста стоимости акций при их продаже. Начинающим инвесторам стоит помнить и об убытках. В случае неблагоприятных условий цены на акции могут опуститься ниже той суммы, за счет которой их приобрели. Темпы роста мировой экономики к концу этого года замедлятся до 3,2%. Новый прогноз МВФ вышел менее позитивным, чем апрельский отчет. Уровень мирового ВВП в нем на 0,4% ниже. Ослабленные пандемии государства в этом году столкнулись с новыми вызовами, отмечают аналитики МВФ. Фонд в первую очередь в новом отчете уделяет внимание инфляции, особенно в США и крупных европейских странах. Также среди главных причин значительное замедление экономической активности в Китае и ситуация в Украине. Не исключая МВФ и более пессимистичного сценария, в этом случае мировая экономика в конце этого года вырастет только на 2,6%. Из-за спада на рынке недвижимости Китая дешевеет железная руда. На долю страны приходится около половины мирового производства металла, ключевым компонентом которого она является. При этом до 40% спроса на сталь обеспечивает именно строительный сектор. Но в этом году в Китае стали возводить меньше новых домов. К тому же несколько крупных застройщиков в стране не могут завершить объекты из-за проблем с ликвидностью. В ответ на это жители 50 городов отказываются выплачивать свои ипотечные кредиты. Аналитики Goldman Sachs предупреждают, из-за развернувшейся ситуации рынок железной руды выйдет в профицит и цены на нее могут снизиться до 100 долларов за тонну. Стоимость арматуры уже с начала мая упала на 20%. Год назад цены на железную руду достигли рекордного уровня больше 230 долларов за тонну. Спрос вырос на фоне глобального восстановления после пандемии. Пока на этом у меня все. Растан. Спасибо, Камила. До встречи. До встречи. Без местной овощной продукции могут остаться североказахстанцы. Причина проста. Изменения в земельном кодексе. Фермерам с истекшим сроком аренды земли могут попросту не продлить договоры. В такой ситуации оказался Евгений Золотарев из села Медвежка района Махжана Жумабаева. Все дело в том, что теперь по закону на человека положен только один гектар, а у овощевода их целых 10. Кристина Юсичева рассказывает. Тут по краю везде мусор везут. Бутылки, банки, склянки. Все подряд. Тут было все в шифере, в кирпичах, в бутылках. Росла конопля, потом полынь. Некогда заброшенный совхозный огород Евгений Золотарев возрождал пять лет. Как выращивать овощи в условиях северного климата, начинающий предприниматель, к слову программист по образованию, изучал сам в интернете. А еще общался с коллегами из соседних стран. Я вот к знакомым ездил в Оренбург. Они там вот так вот работают. И вот тоже сделали пленковый укладчик сами. И стелим теперь. Корень находится в тепле, когда высаживаемся, еще прохладно. На улице, допустим, 10 градусов по цене. У нас уже где-то 25-30 градусов. На солнышке нагревается это все. И капуста себя чувствует хорошо и растет. На две, на три недели быстрее выражается. Капустой фермер засадил пять гектаров. Еще есть картофель, немного перца, баклажаны и арбузы. А вот ранних помидор и огурцов на продажу нет. Также в этом году Евгений планировал на двух гектарах выращивать огурцы и помидоры. Но 7 мая была пыльная буря, и теплицу, где росла рассада, сдуло. Все погибло. Но овощевод не унывает. Сейчас строит круглогодичную теплицу. И это при том, что развитие семейного дела сейчас под угрозой. Заканчивается срок аренды земли. В том году у меня первый акт закончился. Я пошел продлять. Мне не продлили, сказали, не положено больше одного гектара. Это у меня 4 гектара отошло. И в этом году, в августе, заканчивается второй акт на землю. И, как понимаю, что мне его тоже не продлят. Так как, говорят, законодательство поменялось. Если останется всего гектар, придется уволить рабочих. Не будет поставок овощей напрямую с грядки в супермаркеты. Да и договорные обязательства. С СПК овощевод не выполнит. В Акимате города Булаева предпринимателю обещают помочь. Говорят, не могут оставить район без крупного производителя овощных культур. Предприятие единственное в районе, которое занимается выращиванием таких овощей, как капуста, картофель, огурцы. Данный вопрос мы планируем решить положительно. То есть, есть несколько вариантов. Это либо создание юридического лица и предоставление для производственных нужд. Либо, так как предприятие семейное, то есть предоставление по гектарно нескольким членам семьи. Овощи предприниматель будет выращивать круглый год. Первый урожай в новой теплице планируют собрать уже в августе. Кристина Юсичева, Толегин Иманов, Североказахстанская область, Хабар-24. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. Мы в прямом эфире. Число зарегистрированных случаев оспы обезьян в мире превысило 18 тысяч. 70% из них приходится по-прежнему на страны Европы. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. На сегодня вирус обнаружили в 78 странах мира. Несмотря на рост заболеваемости, массово прививать население от оспы обезьян в ВОЗ не рекомендуют. Вакцинировать, по их словам, нужно лишь тех, кто контактировал с больными и людей, находящихся в зоне риска. Чаще всего это медики. Дело в том, что у врачей пока нет точных данных об эффективности препаратов и количестве необходимой для защиты организма дозы. Существуют проблемы с доступностью. На сегодня в мире порядка 16 миллионов доз вакцины против оспы обезьян. Большинство из них не расфасованы. Для подготовки препарата к использованию медикам могут потребоваться месяцы. Несколько стран с большим числом заражений уже обеспечили поставки вакцины. ВОЗ сейчас работает и с другими государствами, чтобы понять, какое количество препарата может им понадобиться. Мы должны обеспечить равный доступ к вакцинам для всех людей и сообществ, где выявлен вирус. Глава Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что вакцинация от оспы обезьян не дает мгновенной защиты от заражения. На выработку иммунитета может потребоваться несколько недель. Поэтому он призвал страны обмениваться данными об эффективности препарата. Отмечу, что на данный момент известно о пяти летальных исходах заболевания. В 10% случаев больных оспы обезьян госпитализируют. Тем временем удивительный случай. 66-летний мужчина, страдавший диагнозом ВИЧ, излечился после трансплантации стволовых клеток. Больной страдал лейкемией. 3,5 года назад врачи Калифорнийского медицинского центра решили заменить его раковые клетки клетками донора. Те, в свою очередь, оказались устойчивыми к вирусу иммунодефицита человека. Сейчас обследуемый находится в стадии ремиссии. Напомню, в истории медицины это уже четвертый подобный случай. Отмечается, что пациент самый старый из излечившихся. Суд в США приговорил бывшего полицейского Джея Кенга, участвовавшего в задержании Джорджа Флойда, к трем годам тюрьмы за нарушение прав задержанного афроамериканца. Ранее троих полицейских Томаса Лейна, Джея Кенга и Той Тао обвинили в превышении полномочий и нарушении прав. Кроме того, их обвинили в отказе от оказания медицинской помощи Флойду, который жаловался на проблемы с дыханием в тот момент, когда их коллега Дерек Шовин прижал его к земле. Томасу Лейну уже дали два года тюрьмы, а приговор Ту Тао объявят на следующей неделе. Гигантское скопление медуз вновь зафиксировали в Хайфском заливе. Специалисты отмечают, что это самая большая популяция, которую можно наблюдать сегодня у берегов Израиля. Ранее сообщалось, что так называемый сезон медуз пошел на спад. В основном морские обитатели сконцентрировались на пляжных территориях, чем срывают пляжный сезон и наносят серьезный экономический ущерб. Как намерены решать эту проблему, расскажет Сергей Услендер. Эта проблема уже ежегодная на протяжении последних лет сорока. Обычно в начале июля медузы подходят к берегам и купание становится опасным. Вот съемки с дрона показывают, насколько густой их рой. То есть, войдя в воду, избежать встречи с этими существами невозможно. Самая распространенная медуза в наших краях – рапелема намадзика. С ней не так просто взаимодействовать. Неприятно плавать в море, который кишит медузами, хоть они и не убивают нас. Мы должны изучить их больше. Мы, например, до сих пор не знаем, где и когда начинается их жизненный цикл. Это нужно понять, чтобы сократить их влияние на среду. Для людей эти морские твари не так уж и опасны. Разве что для тех, у кого сильная аллергия. Можно получить ожоги, но жизни это вряд ли будет угрожать. Хотя каждый год десятки людей обращаются к врачам. Другое дело – ущерб экономический. А вот здесь речь идет уже о десятках миллионов долларов. Поэтому медуз сейчас изучают как стратегическую проблему. Когда мы говорим о мире в целом, то это неправда, что медуз стало больше. Из года в год их количество меняется. Но в нашем регионе открытие Суэцкого канала помогло миграции медуз. Они появляются только в летние месяцы, и их заметная активность началась лишь в конце прошлого века. Но теперь они начали появляться и зимой. Это связано с глобальным потеплением. Пока все исследования показывают, что с медузами сделать нельзя ничего. Надо приспосабливаться и перестраивать береговую экономику. Впрочем, ученые выяснили, что кое-какую пользу они все же могут приносить. После смерти они разлагаются и высвобождают много полезных органических веществ. Если высушить медузу, можно получить важные микроэлементы, которые используются как удобрения. Сергей Услендер, Хабар-24. Мы вновь в эфире. И сейчас об эпидемиологической ситуации в нашей стране за минувшие сутки. Положительный тест на коронавирус обнаружили у свыше трех тысяч человек. Больше всего инфицированных в Нур-Султане, Алматы, а также в Карагандинской области. На затянувшийся ремонт одного из многоэтажных домов жалуются жители Тараза. По их словам, реконструкцию начали еще два года назад. Позже работы остановили. Обещали отремонтировать жилье по программе Нур-Лежер. Но договор с жильцами никто не заключал. В многоэтажке проживают 70 семей. Анастасия Сулейманова разбиралась в ситуации. Капитальный ремонт этого многоэтажного дома не проводили больше 40 лет. За это время прохудилась крыша. Обвешали коммуникации. Не лучшим образом выглядят и подъезды. Кстати, в них два года назад начали обдирать штукатурку. Но вскоре строители заявили, что деньги закончились. Утверждают жители. В октябре 2021 года сказали, деньги выделены. Будем делать крышу. Однако, так как был октябрь месяц, уже пошли дожди, мы отказались. Весной какая-то работа проводилась в подвале. Опять они сказали, что это мы со своих средств делаем. Где наши деньги застряли? Или в Акимате, или в Тургуны. Нам никаких отчетов не дают. Собрание не проводят. Оказалось, договор на капремонт с жильцами никто не заключал. Обращались в несколько инстанций. Даже якобы пообещали помочь. Но дальше слов дело не сдвинулось. Жалуются люди. Я, например, живу на пятом этаже. Течет у меня с крыши. Я хотела в квартире делать ремонт. Вот до сих пор не смогу делать. Два года у нас вот такой бардак. Я говорю, как в спинарнике мы живем. Только что я подметаю, убираю. Будут ли делать, куда эти деньги все делись. Говорят, денег нет. Но как денег нет? Они же начали в подвал жить. Ни одной лавочки не поставили за 40 лет. Ни одной детской площадки. Очень бы хотелось, чтобы наш дом был красивый, уютный, симпатичный. Но почему мы должны это видеть только по телевизору, когда у хорошие дворы, а в микрорайонах редко встречается. Специалисты говорят, что жильцы от ремонта дома отказались сами. Но возможность его возобновить есть. От государства берем бюджетные кредиты на 7 лет, наш регион, и жителям распространяем на 15 лет. Сумма не меняется. Вот, допустим, в этом году они оплатили 5 тысяч тенге, условно говоря. Через 15 лет фиксированная сумма остается. 11-й микрорайон, 7-й дом был на бюджетном заявке, но жители сами отказались от ремонта. На зимний период они не хотели произвести ремонт. Вместо него мы отремонтировали другие дома. По экспертизе предусмотрено на капитальные ремонты 3 месяца. Август, сентябрь, октябрь. Мы всем ставим условие, что до 1 ноября все ремонтные работы, чтобы они закончили. Начать ремонт многоэтажки обещают в августе. Из республиканского бюджета предусмотрено 50 миллионов тенге. На эти средства обновят кровлю дома, приведут в порядок подвалы, подъезды, проведут освещение и установят лавочки. Детская площадка в эту сумму не входит. Между тем, в Таразе насчитывается около 1400 многоэтажных домов. Из них половина нуждается в ремонте. Анастасия Сулейманова, Тимур Селхануслан, Хатила Тарас, Хабар 24. Украина намерена увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения. Украинский лидер подчеркнул, что речь идет не только об экспортном доходе для Украины, но и об обеспечении безопасности всей Европы. Таким образом, Киев поможет Евросоюзу заменить большую часть поставляемого российского газа. Напомню, ранее Европа приняла решение о добровольном снижении потребления голубого топлива из России на фоне перебоев с поставками. Готовимся к увеличению экспорта электричества потребителям в Европейский Союз. Несмотря на войну, мы обеспечили рекордный срок присоединения энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. Наш экспорт позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления. В Стамбуле начал работу координационный центр по зерну. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Создание морского коридора прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов в Черном море. Вся деятельность будет координироваться представителями ООН. Первоначальное соглашение рассчитано на 120 дней. Однако позже его могут продлить, если стороны будут согласны. По словам Акара, продуктовая сделка может стать моделью для решения продовольственного и энергетического кризиса. На территории Украины сейчас находится больше 25 миллионов тонн зерна. Задачей совместного координационного центра является безопасный вывоз сельхозпродукции из страны. На этой стадии нет необходимости в разминировании портов. Сейчас ведется подготовка к отправке первых судов с украинским зерном. Число зарегистрированных случаев ОСПО-обезьян в мире превысило 18 тысяч. 70% из них приходится по-прежнему на страны Европы. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. На сегодня вирус обнаружили в 78 странах мира. Несмотря на рост заболеваемости массово, прививать население от ОСПО-обезьян в ОСПО не рекомендует. Вакцинировать, по их словам, нужно лишь тех, кто контактировал с больными и людей, находящихся в зоне риска. Чаще всего это медики. Дело в том, что у врачей пока нет точных данных об эффективности препаратов и количестве необходимой для защиты организма дозы. Существуют проблемы с доступностью. На сегодня в мире порядка 16 миллионов доз вакцины против ОСПО-обезьян. Большинство из них не расфасованы. Для подготовки препарата к использованию медикам могут потребоваться месяцы. Несколько стран с большим числом заражений уже обеспечили поставки вакцины. ВОЗ сейчас работает и с другими государствами, чтобы понять, какое количество препарата может им понадобиться. Мы должны обеспечить равный доступ к вакцинам для всех людей и сообществ, где выявлен вирус. Глава Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что вакцинация от ОСПО-обезьян не дает мгновенной защиты от заражения. На выработку иммунитета может потребоваться несколько недель. Поэтому он призвал страны обмениваться данными об эффективности препарата. Я отмечу, что на данный момент известно о пяти летальных исходах заболевания. В 10% случаев больных ОСПО-обезьян госпитализируют. Удивительный случай. 66-летний мужчина, страдавший диагнозом ВИЧ, излечился после трансплантации стволовых клеток. Больной страдал лейкемией. И три с половиной года назад врачи Калифорнийского медицинского центра решили заменить его раковые клетки клетками донора. Те, в свою очередь, оказались устойчивыми к вирусу иммунодефицита человека. Сейчас обследуемый находится в стадии ремиссии. Я напомню, в истории медицины это уже четвертый подобный случай. Отмечается, что пациент самый старый из излечившихся. Четвероногий робот исследует окружающую среду в Италии. Он может установить, здоровы ли растения в регионе. Также, благодаря датчикам и камерам, аппарат измеряет высоту и обхват деревьев. После двух часов ходьбы он автоматически возвращается на базу для замены батареи. Его маршрут можно запрограммировать заранее. Устройство изменит его в случае необходимости. Команда исследователей, запустившая проект, убеждена, роботизированный мониторинг полезен для сохранения среды обитания. Другой важный аспект, который можно отследить при помощи робота, это ущерб, причиняемый животными. Все данные, полученные передаются специалистам для тщательного изучения. Он может быть предварительно запрограммирован, а может действовать самостоятельно. Если задать ему маршрут заранее, то территория, где робот должен выполнять миссию по мониторингу окружающей среды, уже определена. В Европе существует большая сеть регионов, где должна выполняться эта деятельность по наблюдению. И внутри каждой уже выбранной точки робот будет иметь определенный уровень автономии, чтобы выполнять свою миссию по наблюдению без специального контроля со стороны человека. Уникальный розовый алмаз весом 170 каратов обнаружили на северо-востоке Анголы. Камень претендует на звание самого большого за последние 300 лет. Добыт он был на шахте Луло, в честь чего и получил название Роза Луло. Его истинная величина будет раскрыта после того, как он будет огранен и отполирован. Иногда этот процесс может уменьшить размеры бриллианта на 50%. Отмечу рекорд, для самого большого из когда-либо найденных алмазов составлял 404 карата. Его называют Камень 4 февраля. Находку планируют выставить на торги на международном аукционе за десятки миллионов. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!